Мир плохих игроков представляет Дерьма кусок! Ты кусок дерьма! Что за дерьмо? Здравствуйте! Ты типа кто такой? Я Михаил Живец, продюсер проекта Мир танков Деньги тащи, тогда побазарим Ах, страх от тебя Договорились, я с тобой Хорошая работа Немного грязная, но хорошая Злого времени суток Рачки и скиловички С вами любитель Быстрозаварной лапши 2066 И сегодня в этот поистине Прекрасный день Мы с вами посмотрим на один из Самых старых премтанков Восьмого уровня, который был Введен в игру еще во времена, когда Человек пытался добыть огонь С помощью силы трения Танк, который является лидером По количеству проводимых над ним Экспериментов, направленных На улучшение характеристик Премтанк, в котором вместо Бой начинается Вы слышите Царь зверинца Миропанков Ну конечно же лев И именно этот танк можно по праву назвать Самым правильным премиумным танком И сейчас я попытаюсь объяснить почему И начать следует наверное с того, что лев на ранних Парах представлял из себя танк, который Обладал весьма грозным орудием для тяжелого Танка восьмого уровня, которое сочетало в себе Прекрасную точность и пробитие Обладал способностью усыпить своего владельца Своим геймплеем, но в свою очередь Щедро вознаграждал его серебром За терпение Также лев в иной раз мог представить Из себя непроходимую крепость Для противника, ведь в то время В мир панков прибывало Очень большое количество Новоиспеченных игроков Которые не знали Как правильно бороться с ним Да и что, что ты говорите Многих один только внешний вид Этого монстра приводил в ужас Ведь и до ввода всяких японских Ого! В размере с ним могли посоперничать Разве что КВ-4 или второй тигр В общем, лев пользовался популярностью у игроков Как танк для фарма Но шло время И искра в этом танке постепенно угасала Течение времени убивало в этом танке Все его величие Игроки переставали замечать в нем броню А двигатель начинал гореть все чаще Танк начинал терять к себе доверие Многие даже начинали проклинать тот день Когда продали свою жену в рабство Только для того, чтобы купить этот танк И вот парадокс Жены-то вроде уже нет На мозги по-прежнему кто-то трахает Трахает унылым геймплеем Игра на льве у многих ассоциировалась Как поход на работу Едешь 25 км в час Который еле-еле набираешь А если светишься, то пробиваешься В общем, ничего интересного Но тут на помощь спешит оно Обновление 0.8.10 В котором льва довольно масштабно-то капнули Увеличили боекомплект в два раза Улучшили УВН И добавили 20 мм брони на борта Но с сути дела это особо не поменяло Да, танк получил возможность танковать бортами Но смысл, если ты иной раз даже до позиции доехать не успеваешь А попадая на большую открытую карту Типа малиновки То кроме фразы Auf Wiedersehen В своей голове ты больше ничего не слышишь Так могло бы продолжаться бесконечно Если бы не судьбоносное обновление для льва В 0.9.17 В котором апп по сути вдохнул вторую жизнь в этот танк И в корне изменил стиль поведения на поле боя Ну и вы наверняка знаете Что льву не кисло так капнули бронирование ВЛД Плюс нижнюю часть борта Также довели до честных 100 мм А также дали более мощный двигатель Который позволил этому танку ехать И наконец-то разгоняться до своей максимальной скорости В 35 км в час И к чему это все привело? Да к тому, что если раньше лев по сути представлял из себя Танк поддержки и мог эффективно играть лишь роль снайпера За счет своей точности То теперь это полноценный тяжелый танк С броней и сносной динамикой Которую может и не назовешь выдающейся Но для танка, который несет на себе хорошую броню Она вполне себе ок Но стоит помнить, что Хоть лев и является теперь бронированным сверхтяжелым танком Все же недостатков он не лишен И опять же проблема кроется в броне лобовой части Да, в ЛД теперь у танка отлично танкуют Среди восьмых уровней Разве что некоторые ПТ-САУ могут нас туда пробить Но встретиться нам на пути какой-нибудь ИС-3 Или другой подобный танк Пробить нас в лоб у них нет шансов Но стоит им только обратить внимание на наше НЛД Которое ну уж очень трудно не заметить Как туда начинают залетать снаряд за снарядом И при этом довольно таки часто выбивать двигатель Я из Орудия прибыть Вам крит движка приносить Благо теперь он не горит от выстрелов в НЛД как раньше А то все было бы куда веселее Поэтому помните Если вы едете на передовую Благо лев теперь успевает это делать И действительно может на равных с другими ТТ занимать позиции Пусть и не шикарные Но все же первым делом позаботьтесь о защите Своего НЛД Прячьте его за препятствиями, складками местности, за трупами За чем угодно Только прячьте Ибо в рандоме уже у всех на уровне инстинкта выработалась стрельба в НЛД И если вы покажете даже небольшую его часть то готовьтесь ловить туда фокус и внимание противников Единственное против танков 7 и 6 уровня вы можете использовать доворот корпуса для защиты своего НЛД И это действительно помогает Но против танков 8 и выше уровней уже такой маневр не пройдет Но ведь не одним только лбом может танковать лев Ведь у нас есть борда в 100 мм брони И это очень даже хороший показатель Особенно после аппа Когда борд полностью стал равняться 100 мм Но и при танковании бортом стоит учитывать кое-какие условности Дело в том что башня у льва имеет причудливую форму Вроде бы с виду она достаточно красивая Но есть в ней один изъян Щеки То есть если мы с вами смотрим на противника прямо лбом башни То проблем нет И она великолепно танкует Но если мы вдруг отвернем ее в сторону И начнем допустим танковать ромбом из-за угла То нам неплохо так будут залетать в этот самый скос башни Поэтому помните что если вы танкуете бортом То башню отповорачивайте так чтобы противник видел лишь вашу маску орудия И да не забывайте при танковании башни Опускать орудие немного вниз Дабы маска закрывала основание башни Которая может пробиваться некоторыми орудиями При танковании бортом также учитывайте этот момент А вообще давайте-ка перейдем поподробнее к башне Ведь ей тоже можно танковать Особенно после того как ей накинули УВН в минус 10 градусов И все это стало способствовать успешному косплею на американские танки типа Т-34 Но все же башня хоть и крепкая Ее броня к слову тоже подвергалась усилению Уязвимости она не лишена И во-первых как я уже отмечал это щеки башни То есть у нас здесь получается немного обратная ситуация С немецкими тяжами типа Е100 или Маус Когда в их случае башню нужно отворачивать в сторону И ставить под углом по отношению к противнику У Льва все наоборот Башню нужно стараться держать лбом в сторону противника И в принципе ничего страшного в этом нет Ведь у Льва большую часть лба башни занимает смазка орудия Которая имеет достаточно рикошетную форму И сама по себе является крепкой Нередко даже ягд ПЗЕ-100 не пробивал меня туда А это на мой взгляд говорит о многом Но все же есть на маске орудие одна уязвимость И это ее центр Вот эта небольшая опласть имеет бронирование в 200 мм И за все время которое я играл на Льве Меня туда пробили всего один раз И это был объект 268 А это говорит о том что выцелить это место крайне трудно Но все же чтобы лишний раз не испытывать судьбу Танкуя башней не забывайте немного двигаться и мансить Это затруднит выцеливание слабых мест В том числе и комбашенки Которую конечно не сразу заметишь Но она есть Размеры ее действительно очень компактны и элегантны И в принципе это играет нам на руку Учитывая массивные размеры нашего танка И небольшие габариты этой башенки Особо бояться за ее пробитие не стоит Я при игре на Льве также не заметил Чтобы мне в нее часто стреляли и пробивали Да и даже я сам при встрече со Львом Выглядывающему за укрытие Первым делом стараюсь выцелить основание башни или щеки А уже потом пытаюсь выцелить эту комбашню В основном только в тех случаях Если я нахожусь чуть выше вражеского Льва Кстати при танковании из-за холма Эту комбашню можно также защитить маской Подняв орудие немного вверх Только делайте это в том случае Когда ваше основание башни спрятано К слову раньше там было 120 мм И этот участок брони находился практически под прямым углом И спокойно пробивался даже с деструктора Сейчас в этой области 170 мм Но отсутствие угла наклона по-прежнему делают эту зону уязвимой А поэтому после выстрела опускайте пушку немного вниз Дабы маска орудия прикрыла эту часть танка Особенно актуально это в клинче Склоняюсь перед вашей волей Ну что ж, с броней танка вроде бы разобрались Переходим к орудию К логопеду перейди Очень смешно Так вот, пушка в отличии от брони В принципе существенным изменениям не поддавалась Да, в свое время увеличили боекомплекс С 40 до 80 снарядов УВН подтянули До такой степени, что пушка теперь Может показывать импотенцию и воздействие Афродезиака на организм Но остальные ТТХ вроде точности, пробития Все осталось неизменным И в связи с этим я вам ничего нового не открою Скажу только то, что в плане пробития у Льва проблем не было никогда Даже течение времени не убило эту пушку и не подвергло ее забвению 234 мм пробития хватает по сути на все танки И даже на то, чтобы пробивать в уязвимости танки 9 и 10 уровней А вот попадать в эти уязвимости танку помогает отличная точность Ну а если вдруг вам не хватит обычного пробоя То голдовые снаряды с пробитием 294 мм Превратят ваш танк в ПТ-10 Который слишком не везет с Альфой Время сведения в 2,8 секунды, конечно, не самый лучший показатель Например, у конкурентов типа Тигр-2 и Альфа-Тапок Этот показатель намного меньше Но надо понимать, у этих танков не такое высокое пробитие А у некоторых не такая охренительная точность и надежная броня Ну и в принципе, с помощью перков и оборудования все это дело лечится И в принципе, у меня особых нареканий не возникает Наверное, неплохая стабилизация сглаживает ситуацию А вот что и можно назвать костылем этого орудия Так это ДПМ А точнее, его отсутствие 1600 единиц Ну, для 7 уровня это может еще и окей Но для танка 8 уровня Это очень низкий показатель И если бы не коллега по премиумному цеху Т-34 У которого точно такое же значение ДПМа То левый занял по этому показателю почетное последнее место А так они делят его между собой Ну и если вы еще не выключили это видео То мы с вами переходим к вопросу Как играть на этом танке? Ну и в принципе, тут все просто Например, мы с вами можем выполнять роль тяжелого танка с броней Благо у льва она теперь есть Вы можете играть от башни, от ворта, от ВЛД Главное, прячьте с глаз долой свой НЛД И все же рекомендую вам при этом одному на фланге не оставаться Ведь ладно, если вы перестреливаетесь с противником один на один Вы сможете разыграть его в позиционке Ведь, как я уже говорил, у льва есть надежная броня и пробивная пушка Ну а если противников двое или трое То тут-то вы как раз и вспомните про свой ничтежный ДПМ Которого попросту не хватит на всех А значит лев может стать легкой добычей Так как в борта и корму он пробивается весьма неплохо А закрутить его, в принципе, как и прежде Особых-то проблем не возникает Даже несмотря на апдинамики Поэтому желательно, чтобы у вас на фланге было прикрытие в виде союзников Которые попросту не давали бы возможности противникам обойти вас с фланга И если вы вдруг видите, что с вами никто не едет То лучше сразу развернуться и занять какую-нибудь другую позицию, пока не поздно Кстати, лев по-прежнему, как и в былые времена, неплохо показывает себя и в роли снайпера То есть вы можете держать с противником дистанцию И мало того, что пересвечивать многие танки за счет обзора Так вы еще и будете пробивать их за счет отличного пробоя и точности И, кстати, вот такой вот стиль геймплея будет более актуален в боях с десятками Да, ваш ВЛД способен иной раз и снаряды СА-7 отбить Но все же лишний раз нарываться и лезть в гущу событий не стоит Держитесь позади союзного железа и поддерживайте их огнем И что бы хотелось сказать в заключение Я по трейдину обменял на льва пилота И, честно, я ни капли не пожалел об этом Лев на меня произвел положительное впечатление Ведь последний ап действительно вдохнул в него вторую жизнь Он прям заиграл новыми красками, да и плюс фармит танк очень хорошо Так как у него высокий коэффициент доходности Которые, ко всему прочему, еще и апали в одном из обновлений Да и пушка не подводит Хорошая точность и пробитие не вынуждает вас стрелять голдой И, кстати, глаза у льва пусть и не такие большие, как... А, на костенке! Но все же за счет своего обзора танк в основном ведет огонь По своим разведданным и при этом любезно раздает их союзникам Поэтому очень часто по итогам боя оказывается Что вы не только настреляли, но еще и насветили А это тоже дает неплохой буст к серебру И, наверное, осталось ответить на главный вопрос Стоит ли его покупать или нет? А если и стоит, то извечное противостояние Лев или Т-34? Ну, для начала определимся с покупкой Если вам нужен танк именно для фарма И вас, в принципе, не вородит от игры на тяжелых танках То я думаю, что Лев станет отличным выбором Ведь, как я уже говорил, у танка достаточно высокий коэффициент доходности И плюс ко всему, на нем намного проще играть, чем, скажем, на том же CDC или PCM Да, кто-то скажет Но у CDC динамика? И у CDC выше ДПМ? Да, может быть и выше Но вот другой вопрос в реализации этого ДПМа У Льва выше Альфа А от Альфы, согласитесь, все же попроще играть, чем от пресловутых цифр ДПМа Которые не всегда есть возможность реализовать Да и чтобы нанести, допустим, 2000 урона на CDC Надо очень постараться Нужно сейвить ХП, занимать шикарные позиции от сейва касси Трястись от каждого выстрела А на Льве достаточно определиться с направлением Скооперироваться с союзными танками И поехать на позицию И там уже играть от брони Либо же по проверенной временем Но, по моему мнению, пусть и не самой эффективной схеме Играем старого Льва Льва ПТшку То есть, если вдруг становится вопрос о фарме серебра То, на мой взгляд, на Льве он будет решаться куда стабильнее Чем на выше озвученных CDC или FCM Так как я уже сказал, на них играть все же посложнее Че ты пристал к этим CDC? Ведь у нас есть еще шведская ПТ СТРВС-1 И Скорпион У них тоже пушки пробивные и точные Ну да, но все же согласитесь На шведской ПТ тоже надо уметь играть Умело использовать эту уникальную механику С подвеской Да и не на всех картах она будет реализуема И, кстати, не нравится мне, как она под всех прогибается Какой-то не танк, а под каблучник получается Ты должен фармить меня на новый айфон Да, моя королева А в случае Скорпиона То это ПТ мне тоже очень нравится Вообще, к слову, я не ПТ-вод Но от Скорпиона я действительно в восторге Но, во-первых, он в продаже не на постоянной основе И, во-вторых, серебра он привозит меньше, чем Лев В связи с пониженной доходностью В общем, мой вердикт Если нужен танк для фарма То это однозначно Лев Так как справляется он с этой задачей на ура А играть на нем после апа стало намного комфортнее А вот что касается выбора между Т-34 и Львом То тут, конечно, все зависит от ваших предпочтений Но я бы сделал выбор в пользу Царя Зверей Да, по мобильности теперь танки практически идентичны И ДПМ у них одинаковый Только вот Лев в данный момент поуниверсальнее будет У него и орудие по ТТХ исполнено приятнее Да и за счет брони применения ему найти на карте будет попроще То есть Т-34 может играть только от башни А Лев и от башни, и от корпуса Да и если вынудить ситуацию, на дистанцию он будет более приемлем В общем, как-нибудь мы с вами обкатаем Льва на стриме и посмотрим, что к чему А пока напишите свое мнение в комментариях Что лучше, Т-34 или Лев? Да и что вы думаете о танке Лев в целом? И о том, за сколько я продал свою задницу крахмалу? Ну и хотелось бы поблагодарить вас за просмотр Особенно тех, кто выдержал до конца Поздравляю, ваша психика способна на многое Не забывайте нажать кнопку подписаться, чтобы раком не остаться А также ставьте лайк или дизлайк данному видео А еще можете заглянуть в обитель дна в контракте Если, конечно, хочется Удачи на даче! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok